Давайте посмотрим, кто же такой скептик? Что такое скептик? Отличный вопрос. Охуенные просто, 10 из 10. Лучший вопрос из тех, которые можно задать. Так что же из себя представляет скептик? Да, давайте узнаем. У скептицизма долгая историческая традиция, идущая от древних греков. Да, которая оборвалась от древних греков неожиданно. А, ну, кто бы мог подумать? Философ Сократ. Отмечал. Я знаю лишь то, что я ничего не знаю. Да, но он не был скептиком. В принципе, ну да ладно. Что случилось с Парфеноном? Разумеется, такой ничего не знаю скептицизм не разумен. Сократ еще даже не скептик. Почему не разумен? Если скептичен ко всему подряд, то надо быть скептичным и к своему собственному скептику. Почему? Why? Скептицизму. Почему мы должны быть скептичны к вопросу к своему собственному скептицизму? Скептицизм это то, что применяется непосредственно к тем или иным теоретическим утверждениям. То есть у нас есть мыслимое, у нас есть феноменальное. Феноменальным мы не сомневаемся. Скептицизм это одно из феноменальных состояний. Скептицизм не есть утверждение чего-либо, не есть проповедование тех или иных состояний, не есть проповедование тех или иных убеждений. В скептицизме усомниться невозможно. Но это то же самое, что я не знаю. Нет никакого смысла фальсифицировать, например, телефон. Он работает, мы не можем фальсифицировать, что он не работает. Фальсификация не применяется к предметам типа телефона. Вот так вот работает оно, да? Фальсифицированность применяется только к научным теориям и только там она имеет смысл. Точно так же и со скептицизмом. Скептицизм применяется только к философским теориям и к научным теориям в том числе, потому что это разновидность философских теорий. Всё. Сомневаться в скептицизме, сомневаться в голоде, сомневаться в себе, сомневаться в том, в пятом, в десятом, в одиннадцатом, в двенадцатом, в этом не сомневались даже абсолютные скептики Древней Греции. То есть самые радикальные скептики, которые когда-либо существовали. Мне одному кажется, что он ничего так и не сказал. Современный скептицизм воплощён в научной методологии. Нет, не воплощён. В научной методологии вообще нет никакого скептицизма. Это абсолютно догматический алгоритм проведения исследования, абсолютно догматическое ожидание определенных результатов, базирующееся на абсолютно догматических основаниях, которые мы называем естественной установкой. Как-то вот так вот. Он заключается в сборе данных и проверке утверждений о природных феноменах. Ну так философы на протяжении всего времени проверяли данные о всяких феноменах и природных и внутренних, обсуждали, думали, проверяли разными своими методами. Разные методы собственно существовали, эмпирические, рациональные, интуитивные, еще какие-то иррациональные, очень много разных методов существовало. На протяжении всего существования философии, да и религии на самом деле тоже проводились многочисленные исследования, многочисленные проверки. Сам факт того, что наука проверяет что-то по своим методам, не означает, что она скептична вообще ни в каком смысле. Потому что наука настолько же скептична, насколько скептична там и христианство, например, или там ислам, или буддизм, или любая философская школа. Ну вот приблизительно где-то вот на таком же уровне она скептична. Феноменально. Утверждение становится фактом, лишь когда оно подтверждено с помощью изучения наблюдения настолько, чтобы соответствовать разумным требованиям. А как определить разумные требования, во-первых? Как перевести что-то в именно научный факт, если любой научный факт это интерпретация? Да, кстати, я замечу, что большинство научных фактов это не собственно феномены и наблюдения, это уже мыслимые конструкции, которые идут после феноменов и наблюдений. В них скептики, кстати, тоже сомневаются неожиданно. Опять же, повторять мантру рациональный, рациональный, рациональный очень скептично. А что такое рациональное? Ну то есть, на мой взгляд, рациональный это набор определенных методологических догм, не более того. Причем недоказанных догм. Рациональность сама себя не доказывает. То есть рациональность постулируется абсолютно бездоказательно. И она существует вот в том виде, в каком она существует. К ней никакие критерии доказательств не прилагаются. К логике и математике они не прилагаются. Ни к чему они не прилагаются. В общем, абсолютно обычная, типичная религия. Ничего не доказано, просто веру и в рационализм, и все. Вот, уже что-то. Мы тестируем, наблюдаем и подтверждаем утверждения. И потом они становятся фактами. Вообще-то, так делали представители всех философских школ. Они тестировали определенным образом наблюдения по своей методологии. Методологии просто разные были, да? Проверяли, обозревали, делали выводы. Да, вы не поверите. Любая догматическая и даже религиозная школа, в общем-то, они все такие, по большей части. Это и есть догматизм, собственно. Классический, типичный, обычный, обыкновенный догматизм. И готово. Это просто. Я тоже так могу. Не так быстро. Все факты в науке предварительны. Это значит, что их можно оспаривать и даже изменить. Изменять факты, видите? Но это уже говорит о том, что любой факт – это интерпретация, прежде всего. Ну вот, начинается. Таким образом, скептицизм – это метод, ведущий к предварительным выводам. Оу. Нет. У меня голова трещит. Некоторые утверждения, например. Ну, следует заметить, что научный скептицизм от слова «нескептицизм» вообще. Это просто типичный, обычный, ничем не отличающийся ни от чего догматизм. Ну, одна из форм догматизма просто. Особо каких-то скептических оснований там нет. Глазоходство. Прежде всего, еще подмечу, наука – это методологическая религия. Там догматизм исключительно вот в методологии преимущественно. Да, основные утверждения могут меняться, факты могут меняться, теории могут меняться, методы не меняются. Уже много-много столетий, на самом деле. Основные базисные научные методы остаются такими же, как они и были, собственно, всегда. Сенсорика, креационизм были проверены и полностью провалили тесты. Столько раз, что можно сделать предварительный вывод о том... Можно тесты. А кто проверял, сами креационисты или это ученые им придумали определенные правила проверки? То есть, а почему вы решили, что вы имеете право проверять, а они не имеют права проверить? Почему ваше сообщество решило, что оно выше другого сообщества? И что вы можете им сказать, ну, хуйню, короче, вы все это время говорили, ваш креационизм, даунизм, гемогемоизм и прочее, все это фуфло. Чего вы вообще взяли, что вы наделены такими полномочиями? Вот скептики, например, такими полномочиями не наделены, отнюдь. Скептики, наоборот, в среднем пытаются распознать, узнать, что там люди думают, говорят, какие у них основания, и сможет ли человек переубедить скептика от его, в общем-то, скептицизма. Ну, то есть, показать очевидность своей позиции. Скептицизм как раз и исходит из того, что мы не прилагаем людям какие-то свои внутренние требования, которые есть в нашей секте догматической. Мы как бы даем возможность любой группе обосновать свою позицию, исходя из своих догматов, и доказать, что эти догматы, на самом деле, в итоге очевидны, что в итоге эти догматы, они достаточно, в общем-то, сильны, мощны и прекрасны, и мы как скептики такие, ну, нет, это бесспорно оказывается, хотим в конце воскрикнуть, да? Вот, наконец-то, доказано, вот мы нашли. Но мы пока не нашли ни одного такого варианта, даже наука не такова. Да, наука типичное сектантское, в общем-то, человеческое объединение, в котором люди догматически существуют, работают по определенным алгоритмам и продолжают это делать до бесконечности, ну, пока что оно вот так вот. Да, метод один и тот же, естественно, научный метод, рецитируется уже много столетий. С очень небольшими поправками, в самых базисных положениях философских, конечно. Да, убедительные доказательства с точки зрения определенных критериев. Критерии догматичны, замечу, да? То есть, в чем проблема вообще скептицизма изначально заключалась? В том, что критерий истины не очевиден и непонятен. И ты такой... Вот вы говорите, критерий истины разум. Докажите, что критерий истины разум. А вы такие, а мы не будем ничего доказывать, это очевидно. А мне не очевидно, расскажите, пожалуйста. Эмпиризм, эмпирический опыт, например, тоже критерий истины. Почему это очевидно? Платону не было очевидно, много кому не было очевидно. Современным платоникам не очевидно, что это критерий истины. Расскажите, пожалуйста, повествуйте, пожалуйста, об этом. А, нет, вы не хотите доказывать, у вас это просто такое базовое убеждение. Ну, окей, хорошо. В таком случае не удивляйтесь, что в ваших положениях сомневаются. Прежде чем верить в него. Хорошо. Это звучит вполне разумно. Если утверждить... Да. Это как диалоги платонов, в которых какой-то дегенерат на заднем фоне, когда Сократ разгогольствует, кричит «Да, клянусь Зевсом, это так!» Когда местный подсос, короче, с тобой разговаривает по сюжету, и те постоянно поддакивают. Вот, мило. Внуждение проверено, но результаты неубедительны, то надо избегать принятия решения и продолжать формулировать гипотезы и теории до тех пор, пока не соберем доказательства, необходимые... Каким образом мы будем доказательства-то вообще собирать? Вообще, как можно что-то доказать? Это вот главный вопрос, который задает настоящий скептицизм. Если хоть какая-то возможная хоть что-то доказать. То есть, скептицизм это не агностицизм, он не утверждает, что доказательства невозможны. Скептицизм задает вопросики. И главный вопросик – каков критерий истины? То есть, по каким критериям, можно не один даже предъявить, по каким критериям мы реально можем достигнуть достоверного познания? Ответ неутешительный пока что. Неизвестно, да, неизвестно. Вот ученые предлагают критерии, проводят исследования, но, честно говоря, непонятно, насколько их исследования, насколько их теории соответствуют действительности. Ну вот, например, соответствуют ли математические модели действительности? Ну, да, как доказать, что математические модели действительности соответствуют? Тем фактом, что мы можем просчитывать с помощью математики некоторые вещи, нет, это вообще, в принципе, ничего не значит. У нас есть символическая система, которая позволяет вписывать и описывать некоторые элементы мира. Особенно если числовые элементы очень весело описываются. И на базе определенных методов, типа статистики, можешь это предсказывать. Это как вопрос, а как это с истиной соответствует? Как это соответствует с реальным положением дел в мире? Это возможно даже и никак. И в этом проблема. Для принятия предварительных выводов. Я вижу, что ты пытаешься сделать. Хочешь звучать иррационально, чтобы не догадался никто, что ты обычный циник. Дай-ка скажу, какое что, мистер Шермер. Я тебя вижу насквозь. Насквозь, и это цинично. На самом деле, мы вовсе не сборища брежащих ворчунов, не желающих принимать новые утверждения, бросающих вызов в статус-кво. Брежащий ворчун? Постой-ка, приятель. Мне надо прокатиться в конной коляске в общество трезвости. Знаете ли, Гровер Кливленд что-то украл его словарь? Скептицизм это предварительный подход к утверждениям. Это применение метода науки иррациональности ко всем идеям. Никаких... Проблема заключается в том, что скептицизм всегда был иррационален. То есть, он был вообще до всякой рациональности. То есть, можно сказать, что скептицизм это своеобразная форма античной феноменологии. Это первые и, наверное, на мой взгляд, даже одни из самых основательных попыток войти в феноменологию. Разделить мыслимое и феноменологическое. Разделение происходит, да, тотальное вот этих двух категорий. Ну и, соответственно, после этого разделения, ну, с феноменологическим мы можем открыто работать в разных его проявлениях. А с мыслимым, ну, тоже можем работать, потому что мыслимое, на самом деле, разновидность феноменологического, который, правда, берет на себя очень большие амбиции. То, что мы что-то познаем в этом мыслимом, что-то узнаем, как-то расширяем свои мнения. Ну, не факт, что это так, на самом деле. Вот такая вот тема. А все эти научные скептики, это просто шизотерики, которые из книг Карла Сагана придумали свой какой-то альтернативный скептицизм, в котором на самом деле нет никакого настоящего сомнения. Они даже по сравнению с кортезианцами полные идиоты, ну, то есть, они далеки от скептицизма настолько, насколько только можно. Если мы кортезия, например, не называем скептиком, ну, вот они себя скептиками называют. Называть что-то научным скептицизмом, на мой взгляд, то же самое, что если называть что-то христианским скептицизмом. А есть типа христианские скептики, как Монтэнь. Например, да, вот что забавно. Священных коров. О, да, моим друзьям-индусам это не понравится. Ключ к скептицизму это постоянное и решительное применение научных методов. Почему научных-то? Почему скептик не может усомниться в том, что научные методы вообще надо применять? То же самое, посмотрите, это утверждение звучит абсолютно так же, если бы я сказал, что скептицизм это применение повсюду и везде христианских методов. Ну, правда, вы все засмеетесь, наверное, если я так скажу, но вот я приблизительно так же смеюсь, когда слышу вот этот бред. Чтобы лавировать между отрицанием всего и легковерностью. Да, скептицизм, как ни странно, не является нелегковерным, неотрицательным, и вообще скептицизм не касается суждений самих по себе. То есть, вы не представляете, в чем заключается вообще фишка. Скептицизм это философия за пределами истины, прежде всего, и на самом деле за пределами убеждений, в том числе тех убеждений, которые, ну вот, рецитируются утверждениями. Скептик, когда что-то говорит, он не убежден в этом. То есть, он может говорить, речь это феномен, имеет феноменальную структуру, прежде всего, и человеком воспринимается феноменально. Скептик с помощью этого общается и достигает некоторых своих целей. Но, в целом, он в эту речь не верит, как в познавательный инструмент, окончательно не верит. И вопрос, понимаете, в чем фишка? Здесь категория не верит. Не верит. То есть, не отрицает. Это не отрицание, да, и не утверждение. Это какая-то иная, средняя неверие, это какая-то другая категория, она не здесь находится. Вот атеист, например, он отрицает существование Бога, поэтому он атеист. А скептик, он именно, ну вот у него нет убеждения, он не убежден вот в тех или иных вопросах. И многие люди, мне кажется, вообще в принципе разницу не особо осознают между состоянием отсутствия убежденности и, ну как отрицательной убежденности, убежденности в том, что ничего нет, так и положительной убежденности, убежденности в том, что что-то есть. Так и в целом, ну это довольно интересное состояние, но многим людям оно вообще просто недоступно в конечном итоге. То есть, вместо того, чтобы эти вот эти вот скептики, вот они, псевдо-скептики научные, вместо того, чтобы нормально прочитать секс-то эмпирика, осмыслить, в общем-то, программу и понять, что то, чем они занимаются со скептицизмом, не имеет ничего общего, они берут и называют скептицизмом обычную догматическую методологию, которая, ну, всегда называлась догматической методологией. Античные скептики бы посмотрели на эту самую науку и сказали, ну так это догма, тут одно догма, второе догма, вы вот в этом убеждены, в этом убеждены, вы говорите, что вот достоверно, вот рационализм вы в нем убеждены, эмпиризм в нем убеждены. Вот что-то убеждений сильно много для скептиков, вообще самый догматичный из всех людей, которых я вообще когда-либо встречал. То есть, количество догм, которые присутствуют у ученого среднестатистического, именно вот количество, оно превышает количество догм, которые существуют у среднестатистического человека. Ну, потому что у ученого в среднем память побольше, и, соответственно, у него убеждений больше в этой памяти вмещается, и он умудряется на большее количество всяких вопросов высказаться и убедиться в них, ну и вот так далее, так далее, так далее. Ну и честно говоря, наука как скептицизм это очень смешно, потому что я реально, ну вот как бы вам уже в принципе показал, что ученый это не самый скептичный человек, а даже скорее наоборот, это один из самых догматичных людей за всю историю человечества. Ну тут другая проблема в том, что догматизм на самом деле это неплохо, все люди догматичны по большей части, кроме абсолютных скептиков, и это нормальное состояние человека, на догмах строятся культуры, миры, общество, и в целом в этом нет ничего негативного. Тоже опять же знаете, у людей, у современных есть боязнь признания собственной убежденности, просто опять же в чем фишка, христиане спиздили у древней культуры слово догма, догма раньше мнение и убежденность означало, более широкое определение имело, начали называть что-то догматами. И соответственно, вот в эпоху возрождения и нового времени, когда в принципе был большой переворот игры, игра поменялась немножко, тогда люди начали очень активно избегать упреки друг друга в вере, то есть не, мы не верим, мы не верим, а знаем, мы не верим, мы сомневаемся, мы не верим, вот это вот мы делаем. То есть, в принципе, у меня есть даже статья, которая посвящена теме страха веры. Современный интеллектуал боится в том, что его убрекнут в том, что он человек верующий, убежденный, без основания убежденный. Причем, в принципе, если хоть чуть-чуть порассуждать и подумать головой, почти что очевидно, что все люди, все люди, включая ученых, рационалистов, эмпириков, вообще кого угодно, они строят свое мировоззрение на некоторых базовых догмах, которые никак не доказываются. Этих догм не может, собственно, не быть в случае с этими людьми. Вот как-то вот так вот. И какая разница с догматизмом, непонятно. С верностью, легковерностью. Это значит, рьяное желание верит во все, что кто-то скажет. Рьяный. Рьяный. Да. Рьяный. Рьяное желание, это когда чего-то очень хочешь. Я не верю тебе, и у меня нет рьяного желания это делать. В конце концов, хороший скептик старается следовать усилиям Спинозы, которые написал, я стараюсь... Спиноза, Спиноза тоже догматик типичный, причем очень четко поставленный. Не высмеивать, не презирать, не клеймить поступки людей, но понимать их. Так, стоп, вы же это и делаете. Вы же клеймите очень довольно поверхностно, у вас же сиентическое сообщество, вы только и делаете, что клеймите на самом деле. Стой, 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 стой. Я люблю насмехаться над поступками людей. Значит, ты сатирик. 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 Кстати, Спиноза был из Нидерландов. Знаю, но не могу изобразить голландский акцент. Поверь, с британским акцентом у тебя не лучше. Я обижен. Озвучено на студии «Фактор понимания» для страницы интерьера. Ну вот такая фигня. Текст читали Алиса Бубита и Сергей Калинин. Перевод Галеб Литвяк.